Бесконечно можно смотреть на три вещи. На то, как горит огонь, на то, как течет вода, и на то, как тупят. Туплю я. Просто взяла и испортила волосы. Опять. Тут еще последствия прошлогоднего опыта не ликвидированные. А у меня снова новые приключения. Ну просто некоторые люди думают, а некоторые я. Всем привет! Настало время тупых историй. Сегодня я расскажу вам о моих достижениях в сфере туподелания. Поэтому поддержите что ли лайком человека, который пробивает вершины, постигает дно в этой сфере. Пусти. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Ночь. Сериал. Телефон. Зачем-то в инстаграме, ну, по тегам, загуглила розовое амбре. Розовое амбре. А тут краска еще розовая из рассылки лежала прямо на моем рабочем столе. И тут я смотрю на краску, смотрю на амбре. Снова смотрю на краску и снова смотрю на амбре. Краска амбре. Краска амбре. Ну, я думаю, вы поняли, да, что произошло дальше. Дальше я, как стилист, колорист, решаюсь на этот важный шаг. Покрасить дома ночью свои волосы. И сделать розовое амбре. Иду в ванну. Понимаю, что мне нужен плащ-палатка. Чехол. Ну, вот эта вот штука, которую, когда ты приходишь к парикмахеру, на тебя одевают, чтобы ты не изляпалась в краске. Плаща-палатки у меня нет. Чехла у меня нет тоже. И можно было, на самом деле, остановиться уже на этом шаге. Ведь когда обстоятельства против тебя, тебе не всегда надо быть против них. Готовлюсь я, короче, к битве. Ну, в смысле, собираюсь красть волосы. Вспоминаю, что формально я человек, как бы, русский. И вижу пакет. Ну, обычный такой, продуктовый. Вот такой вот пакет. И делаю я вот так. Вот прямо вот так. И дальше собираюсь разводить краску. Я развожу краску. Смешиваю, намешиваю. И наношу на свои волосы. Эту прекрасную розовую краску. Наношу кисточкой, все делаю правильно. А потом, как самый настоящий мастер, я беру пальцы. Ну, в смысле, я пальцы не беру, пальцы у меня, как бы, по умолчанию есть. Там котик пришел. Делаю так, делаю так. Накрасила свои волосы. Выглядит великолепно, очаровательно. Смотрю на себя в зеркало, просто очаровываюсь, насколько прекрасный получился цвет. Он получился именно тот самый розовый, который я хотела. Не слишком яркий, но при этом очень насыщенный. Ну, такой, знаете, нежный, короче, оттенок. Безумно-безумно красиво. Нанесла краску. Выхожу счастливой из ванной. Сажусь дальше заниматься своими делами в течение таймера, получаса. И просто ржу. Потому что просто нереально не ржать, ну, отсюда, который с тобой происходит в данный момент. Звонит таймер, и я иду смываю краску. И в момент, когда я начинаю смывать краску, я понимаю, что звук, который исходит из моих волос, он не вызывает никакого доверия. Потому что он, как бы это сказать, шипит. Почему я сижу в пакете? Ну, то есть мои волосы, в прямом смысле слова, стали шипеть, как газировка. Вот вспомните этот звук, как шипит газировка. Вот мои волосы, вот, вот твои волосы, вот эта вот зона амбре, она стала шипеть ровно точно так же. И я слышу этот звук. И я понимаю, что, ну, вообще так не должно быть. Смываю краску. Окей. Волосы шипят. Я волосы смываю. Краску смываю. Но на самом деле это была оговорка по Фрейду. И я понимаю, что мои волосы мало того, что шипят, как газировка, так они еще и по какой-то причине супер горячие. Ну, то есть они реально просто горят. Они горячие. Вы понимаете, вот горячие волосы. И, значит, мои волосы горячие. Мои волосы шипучие. Я все это смываю. Параллельно, конечно, полностью усираю ванну в розовый цвет. И вскрываюсь. Но, думаю, вы понимаете мое состояние. В коробочке моей краски была также какая-то маска. Я беру эту маску, наношу себе на волосы в надежде на то, что эта маска реально спасет мои газированные, раскаленные волосы. И сижу, не двигаюсь. 20 минут. Я сидела в ванной и просто молчала. Я боялась даже дышать. Потому что мне казалось, что любое мое движение может испортить просто весь результат. Не то, чтобы результат был офигенный, но я боялась так сильно, что просто... Сижу, стараюсь вообще не дышать. Я не знаю, почему я старалась не дышать. На самом деле я хотела просто провалиться. Желательно на 2 часа назад, чтобы встретиться с собой же. И как бы сказать, слушай, вот-вот-вот-вот не надо, не надо этого делать, будет опасно. Но хотя, зная меня, скорее всего, я был самой собой. Решил бы натворить еще куда больше какой-то интересной дичи, и мы бы нам мутили икс-два какой-то фигни. Типиков. В общем, сидела я с этой маской минут 20. И совсем мне не хотелось не расставаться с этой маской. Масочкой. Вообще, такое в жизни часто случается. Тебе прям вот, ну, очень сильно не хочется что-то делать, но тебе приходится это делать. И ты такой... Смываю волосы, короче. Смываю маску. Смываю маску. Вылезаю из ванной. Смотрю на себя в зеркало. И я, блин, понимаю, что мои волосы... Как бы... Что... Нет. Нет ни цвета на моих волосах. Нету самих волос. Ну, то есть, там был какой-то тоненький-тоненький маленький намек на розовый оттенок. И такой же маленький-тоненький намек на то, что волос у меня больше нет. Но это я уже забежала вперед. В общем, я сушу волосы. Сушу волосы, и страшно мне. Страшно мне. Аж реально трясет. И от страха еще включилась защитная реакция. Я, значит, сушую волосы. Мне страшно, и я ржу. То есть, вот это вот та самая история, когда и страшно, как бы, и смешно одновременно. Досушила я волосы, смотрю в зеркало, и ни розовых волос, ни волос обыкновенных я там не наблюдаю. Ну, то есть, розовые волосы, если где-то там вот прям хорошо так покопаться, еще, наверное, можно найти. Хотя сами волосы найти уже было нельзя. Я в тот момент поняла реально смысл фразы, что волосы отпадут. Вот я реально поняла, что это значит, потому что волос действительно не стало. Волос не было, и они просто истончились настолько, что, мне кажется, вот здесь вот волос, вот здесь вот, гораздо больше, чем на тот момент у меня осталось на концах. Ну, на зоне моего амбре, которое я пыталась себе сделать. Все это я решила сделать перед вылетом на море. Ну, там за день или за два. Перед вылетом на море. Мы прилетели на море, а там, как вы понимаете, солнце, бассейн и само море. И приехала с отдыха, я уже с такими волосами, что волос там реально просто не было. То есть, если я вылетала с каким-то огрызком, каким-то бомженькой, то, когда я уже прилетела, волос не было вообще. Они превратились... Я даже не знаю, это какой-то новый вид волос, это какая-то просто волосяная масса. Короче, я не знаю, что это было, но волос там не было. Смотрю я на все это великолепие и понимаю, что у меня есть только два варианта, как решать эту ситуацию. Вариант номер раз, это бриться на лысо. Плохой вариант, я подумала, вспомнив мою историю, которая с вами случилась в том году, когда я зачем-то забревала себе половину лба, чтобы исправить линию роста волос. И до сих пор, да, вот, вот до сих пор, что из этого вышло. Точнее, еще особо ничего не вышло. Мои последствия прошлогодних экспериментов. Привет. К слову говоря, я же не одна с такими историями. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Расскажите и про ваш опыт с волосами. Печальный или не очень? И я только что поняла, что меня волнует следующий вопрос. Вот мои подписчики. Вы. У вас какие волосы? Крашеные или натуральные? Напишите об этом в комментариях, будет очень интересно узнать, кто меня смотрит больше. Крашеные или не крашеные? Крашеные. Заговорилась я тут что-то, а у меня так-то и второй вариант был. И второй вариант был полностью обратный. Это не сбрить волосы, а их нарастить. Как бы немного намекаю на то, какой выбор я совершила. В общем, я пошла и нарастила волосы. До этого момента я уже использовала трессы, и я пробовала такое наращивание, как наращивание на косичку. Это когда тебе плетут косичку из твоих волос, и потом к ней же пришивают, ну, накладные волосы. Короче говоря, это такой очень лайтовый метод, который никак не вредит волосам. Но я пошла на что-то более кардинальное, потому что я поняла, что эту косичку просто плести не из чего, поэтому вариантов нарастить даже таким образом, лайтовым, не получится. Поэтому я пошла и нарастила себе волосы на ленты. Парадоксально то, что я, когда была мелкая, очень сильно мечтала, что однажды я вырасту, и обязательно наращу себе волосы. Это была прям вот одна из моих таких вот глобальных внешних мечтаний. Но когда я выросла, я очень сильно с этим моментом временила, потому что, во-первых, это дорого, во-вторых, это дорого, и в-третьих, это дорого и геморройно. Но вообще, знаете что? У всего все-таки есть две стороны. И у волос две стороны есть тоже. Я, конечно, свои натуральные волосы зашкварила так, что им еще здесь отрастать, если они вообще отрастут. С первой стороны, страшно. Но с другой стороны, оно выглядит совершенно не страшно. По крайней мере, когда ты не показываешь людям эти ленточные штуки. Ну и пока на тебя, конечно, ветер не подует, потому что стоит ему подуть. Привет. Но в целом, несмотря на то, что мне пришлось совершить такой шаг, пойти нарастить волосы, которые я давно хотела, но руки у меня не доходили, я в конечном итоге, несмотря на всю тупость этой ситуации, я даже довольна, потому что я исполнила свою давнюю мечту, потому что внезапно с длинными наручными волосами оказалось гораздо удобнее, чем я думала, в том плане, что их очень, их очень удобно завивать. И когда ты завиваешь эти волосы на щельце, ты такая вообще не паришься, потому что свои волосы так уже травмированы, там уже париться не о чем, а о наручных чего переживать, это же все равно не твое, это чужое, чье-то, я не знаю, чье это. Даже не хочу об этом думать, если честно. Так что, короче говоря, мораль этого всего, в любой фигне можно найти какой-то плюс. Ну и еще одна мораль, некоторые люди думают, а некоторые люди я. И еще одна мораль, хотя это скорее не мораль, а амораль, подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых встреч. Не шалите.